Продолжение следует... 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 Вы чувствуете опору под собой, под ногами. Что такое применительно к гаданию закон энергообмена? Смотрите, вы взяли, к примеру, я гадаю для себя. Этого достаточно. Вот этого достаточно. Если я гадаю для себя дома, я утречком покормила птичек, я когда кормлю птичек, я говорю, это моя жертва благотворительности на сегодня, за все заплачено сполна. Я сыплю зерно на кормушку и как бы все. И это делаю я по возможности каждый день. Или даже когда я уезжаю, я прошу того, кто остается дома, делать это. Если кормушки нет, можно для себя найти такую форму. Корм, 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 корм. Можно для себя найти форму благотворительности, когда... Идешь к машине, и не доходя между домом, машину рассыпаешь, или... Тоже так, да, это не обязательно дома. Так, теперь смотрите. Мой энергообмен, когда я гадаю сама себе, закрыт. Но когда вы гадаете кому-то, у вас два энергообмена. Ваш и информационного поля земли, и ваш, и человека, которому вы гадаете. Если вы свой энергообмен закрыли, потому что у вас это уже привычка вырабатывается, да, к примеру, мы не гадаем безвижённых случаях. Ну, к примеру, да. То вот этот энергообмен с другим человеком, его тоже нужно закрыть. Как вы его можете закрыть? Вы можете услуга за услугу. То есть я тебе гадаю, а ты мне что-то. Но вы всегда договариваетесь. И это всегда должно быть приемлемо для вас обеих. Деньги это, естественно, универсальная штука, которая закрывает все энергообмены. Она для того и была, собственно говоря, изобретена. Эта штука, вот, чтобы ей пользоваться в этом плане. Когда вам человек платит, вы чувствуете, что у вас закрывается канал с этим человеком. У меня была знакомая ведьма, она говорит, что мы тоже подняли вопрос о гадании. И она говорит, представляешь, гадала своей подруге. Ну, и как, знаете, у нас вот это есть наша такая славянская черта характера. Ну, с подруги неудобно деньги брать. Неудобно шуму в трусы засунуть. Вот это правда неудобно. А деньги это, это другое. Так вот, она говорит, спать не могла. Говорит, она бы мне хотя бы пять гривен дала. Хотя бы, да. То есть здесь не в сумме дело, здесь дело в самом плане. Еще я не буду вас спать. Да. А подруга только? Ум. Не, а подруга все нормально. Я говорю, умолчивает. Неизвестно. Кто-то все нормально. Смотрите, при энергообмене. Что такое энергообмен? Есть два человека, да, там, два источника энергии. Сообщающийся сосудок, да, физика. У вас есть канал, который вас связывает. И вот кто сильнее, тот будет побеждать. Но если сообщающийся сосудок, то будет убивать у того, у кого больше, да, если по физике смотреть. Но в принципе, по логике, обычно побеждает в энергообмене тот, кто сильнее. То есть энергия уходит от «к» тому, кто сильнее. Вот. Но в любом случае, этот канал лучше бы прийти. Зачем нам? К примеру, там, если человек работает, то даже возьми меня. У меня, если идет мастер-класс на фестивале, ну, я там гадаю, человек пять-шесть, наверное. Да, и вот у меня, получается, пять-шесть новых ниточек связи с ними за день образовалось. Зачем мне это надо, правильно? Вот. Поэтому энергообмен, да, вот как долго я говорю об этом. Это важно. Потому что это важно. Потому что, к сожалению, об этом никто не говорит. Ну, или мало кто говорит. Вот. Это нужно закрывать. Поэтому нельзя гадать бесплатно. Вы слышали об этом, что нельзя гадать бесплатно. Вот почему, собственно говоря, нельзя. Вот. Закон энергообмена берете... Закон энергообмена берете... Закон энергообмена берете... Продолжение следует...